6-е сегодня число у нас, августа, утренняя молитва в нашей Киевской архиепископии Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, Аллилуйя, спасибо Тебе Господь за все Аллилуйя, слава Тебе Боже наш Уже 25-е августа сегодня, это неделя завершающая в библейском исчислении, если брать на завершающий этот месяц библейского календаря, лунного календаря Вот, слава Богу Приветствую всех, братья, сестры, приветствую, кто подключается, доброе утро всем Слава Иисусу Христу, на веке слава Богу Святому, аминь И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись Которым спасены, которым спасаемся Слава Христу Спасибо Тебе Боже за все Благостави Господь сегодня эту утреннюю молитву Прими как фемиам, как благоухание к престолу славы Благостави народ свой миром Благостави Егова шалом Господь мира Благостави миром своим, своим шаломом Боже, народ свой Во имя Твоей любви молю Тебя Во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, Агнца нашего, Спасителя Господа, слава Тебе Боже всемогущий, благослови Господь Аминь И место из Писания Которое озаглавивали как раз В такой заставке, к этой трансляции Здесь на Ютубе Это Второе фессалоникийцам Послание В украинской Библии Солуниным Ну и в славянской тоже Второе фессалоникийцам Третья глава Шестнадцатый стих Ну вот 3.16, да, вот тоже Легко запомнить будет Потому что Есть, ну, великое Как мы говорим, да, или золотое Золотой стих Из Писания мы говорим Иоанна 3.16, знаменитая Где говорится, что Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него Не погиб, но имел жизнь вечную И вот этот стих мы называем Золотым стихом Библии Поэтому Иоанна 3.16 обычно все мы знаем Еще я часто вспоминаю В семинарах, в лекциях, в проповедях Первый Коринфянам 3.16 Я называю этот фрагмент из Писания Первый Коринфянам 3.16 Называю Золотым стихом экклезиологии То есть Учение Церкви, понимание Церкви Потому что Там говорится Разве не знаете, что вы храм Божий И Дух Божий живет в вас Аллилуйя То есть Действительно указывается на то, что Мы есть храм Божий Третий храм Величественный храм Мы вспоминаем Из Библии читаем Допустим о передвижном, переносном храме Допустим, да Скини Потом мы читаем уже О таком стационарном Уже все Каменном храме Который Соломон построил Праведный, да Слава Богу Но потом по грехам нашим Храм был разрушен Библию мы читаем об этом очень подробно Но затем было Изгнание, да Потом было покаяние Восстановление Постепенно, поэтапно И народа Божьего И храма Божьего Вот Следующую Вот эту вот Эпоху мы называем уже Временем второго храма Когда пришел Машиах Когда Иисус Христос Народывся Родился Иисус Христос Вот это Действительно Была история Второго храма Вот И Машиах Сказал, конечно Очень такие Ну страшные слова Об этом храме втором Приговор небес был Очень суровый, конечно И как и над первым храмом Так и над вторым Приговор неба был Весьма суров И Господь сказал Иисус И Иешуа Ученикам это сказал Ученики это сберегли И записали В Новом Завете Что Все будет разрушено Камня на камне не останется Все будет разрушено И так оно и произошло На самом деле Вот Но За 40 лет До разрушения Все это было сказано Целых 40 лет Бог ждал покаяния Своих детей Первенца своего Израиля Но в основной Своей массе Особенно если брать Религиозную систему Религиозно-политическую систему Вот Остались глухи Немы и слепы И к сожалению Так оно продолжилось До самого 70-го года Когда Второй храм Опять-таки По грехам нашим Был разрушен Нашим Человеческим грехам Действительно Ожесточение Человеческое Порой Уму непостижимо Но Дамы и господа Братья и сестры Для нас есть Хорошее Утешение Есть Многость Утешительная Есть В том Она заключается Что Мы живем В эпоху Третьего храма Третьего храма Который Самый величественный Из всего того Что знало Человечество Человечество Видело конечно Славу Божью Не раз И величественную Славу Божью Видело Но То что Произошло Две тысячи лет тому назад Без малого Это действительно Уму человеческого Непостижимое чудо Начал созидаться Храм На основании Апостолов И пророков Имея Кроигольным камнем Самого Иешуа Машеха Самого Иисуса Христа Храм Из живых Камней И это Стройка Тысячелетий Два тысячелетия Созидается Этот Святой храм В Господе Где не только Фундаментом Его является Машех Но и Весь этот храм Святой В Господе Является телом Христа Телом Машеха Вот И Головой Куполом Завершением Этого храма Является Сам Иешуа Машех Сам Иисус Христос Аллилуйя Спасибо тебе Господь И мы Как живые камни Созидаем Этот святой храм В Господе И Благодарю Бога Всемогущего И вот Место из Писания Которое я сегодня Озаглавил Началом Самым Говорит О Господе Мира Иегова Шалом Иегова Шалом Господь Мира И вот В Новозаветном Послании Апостол Павел Пишет Иегова Шалом Он пишет Сам же Господь Мира То есть На еврейском Иегова Шалом Шалом Да даст вам Мир То есть Шалом Всегда во всем Господь Со всеми вами Аминь И вот это То что даст Мир В украинском Перекладе Вот я здесь Обозначил Тоже От нашей Киевской Архипископии А сам Господь Миру Хай Завжди Даст Вам Мир Усяким Способом Господь За усяма Вами Вот это Вот В украинском Мне очень понравилось Даст Вам Мир Усяким Способом Как то Она по своему Открывает Вообще Необычно Очень Вообще Любой перевод Конечно Он Открывает Какую то грань Вот Слово Божьего Потрясающе Интересно Очень И вот Но конечно Блажение Конечно Надо Оригинально Конечно На еврейском И на греческом Языках На писание Изучать Сегодня Век технологии И сегодня Действительно Это доступно Всем И каждому Абсолютно На нашей планете Разве что Ленивый Теперь не читает Библию Разве что Ленивый А так Такая благодать Сегодня и злилась Вообще С помощью интернета Господь Сегодня Слово свое Он распространяет По всем странам По всем континентам Даже в тех странах Где Библия Запрещена Есть такие страны Допустим Такие Ну страны Изгои Страны Такие Тирании Где Вот как Северная Корея Допустим Да Где христиан Убивают Истребляют В концлагерях И Слово Божье Запрещают Но Даже и там Слово Божье Все равно Проникает Проникает В некоторых Арабских странах Там где Слово Божье Так вот Нельзя проповедовать Открыто Евангельское Слово Библейское Истинное Слово Божье Я имею ввиду Так вот И к сожалению Да Запрет Есть во многих Странах Еще к сожалению Но Но Алэш Интересно Бог совершает Чудо Бог дал нам Интернет Поэтому я говорю Сейчас Господь Благословен Ты Бог Наш Давший нам Интернет И Повелевший Пользоваться Им В евангельских Целях Потому что Действительно Он Повелевает Нам Слово Своё Распространять Всячески А здесь Распространяется Слово Божье Сегодня Через интернет С небывалой силой Вообще Апостолы Прошлого Могли лишь Завидовать Нам Сегодня Могли лишь Просто мечтать О таком О таких Формах Евангелизации Сегодня Если бы 2000 лет назад Был бы интернет То Скайп конференции Проводил бы Регулярно Трансляции Апостол Павел И другие Апостолы Сам Иешуа Машиах Там бы Толпа Собралась бы Израильтян Включить бы Трансляцию С Иордана И Это бы Действительно По всему миру Распространилось Но Знаете ли Господь Он действительно Во все времена Велик Даже времена Без интернета Даже времена До интернетовой Эпохи Господь Господь был Все равно Великим Но в наше Время Он еще Более Велик Наипаче Сегодняшняя эпоха Эпоха интернета Это действительно Эпоха Вящей Большей И большей Превосходящей Славы Божьей Славы Господней Аллилуйя Ну конечно Для нечестивых Еще делать нечестие Это повод Для Но для святых Еще освящаться Вот Ну как бы Ну Глупому человеку Все равно не на пользу А человеку разумному Все на пользу Добрым людям Все на здоровье Вот И Господь Да благословит нас И вот Цитата еще Еще раз прочту 3.16 2 Фессалоникийцам 3.16 Сам же Господь Мира Иегова Шалом Да даст вам Мир Шалом Всегда Во всем Или как в украинском Здесь Усяким способом Аллилуйя Спасибо тебе Дякую тебе Господь Господь со всеми вами Господь со всеми вами Аллилуйя Великое чудо И По поводу Как раз Первого упоминания В тексте В библейском тексте Иегова Шалом Тоже есть обозначено Из книги Судей Сейчас Прочту я Из книги Судей Шестая глава Так Так Шестая глава А ну Здесь Да вот Как раз Про Гидеон Про Гидеона Значит И вот Гидеон Приготовил Там ангел Явился Ангелу Гидон Приготовил Кушать Вот Гидеон Пошел И приготовил Да вот Я Прочту сначала Двенадцатый стих И явился ему Ну к Гидеону Ангел Господень И сказал ему Господь С тобою Муж Сильный Гидеон Сказал ему Господин мой Если Господь С нами То отчего Постигло нас Все это И где Все чудеса Его О которых Рассказывали нам Отцы наших Говоря Из Египта Вывел нас Господь Ныне Оставил нас Господь И предал нас В руки Мадянитян Господь Возрев на него И сказал Иди С этой Силою Твоею И спаси Израиля Из руки От руки Мадянитян Я посылаю Тебя Гидеон Уже дальше Говорит ему Сказал ему Господи Как я Как спасу Я Израиля Вот и племя Мое В колене Монасеином Самое Бедное И я В доме Отца Моего Младший И сказал ему Господь Я буду С тобою И ты Поразишь Мадянитян Как одного Человека Гидеон Сказал ему Если я Обрел Благодать Предачами Твоими То сделай Мне знамение Что ты Говоришь Со мною Не уходи Отсюда Доколе И сделал Ангел Господень Простер Конец Жезла Который Был В руке Его Прикоснулся К мясу И опреснокам И вышел Огонь Из камня И поел Мясо И опресноки И ангел Господень Скрылся Из глаз Его И увидел Гидеон Что это Ангел Господень И сказал Гидеон Увы Мне Владыка Господи Потому что Я видел Ангела Господня Лицом К лицу Господь Сказал ему Мир Тебе Шалом Брат Шалом Мир Тебе Не бойся Не умрешь И устроил Там Вот это Очень сильное Слово Друзья Мир Тебе Не бойся Не умрешь Ох Еще раз Мир Тебе Шалом Тебе Не бойся Не умрешь И устроил Там Гидеон Жертвенник Господу И назвал Его Иегова Шалом Он Еще До Сего Дня В Офре Авьезеровой Аллилуйя Иегова Шалом Спасибо Тебе Господь И Снова Возвращаясь С этого Текста К этому Тексту С которым Начинал Сегодня На этой Утренней Молитве Включение Трансляцию Эту Шестнадцатый Стих Второе Фессалон Анхитам 3.16 Сам Ныне Присно Иегова Шалом Благословен Ты Бог Бог Патриархов И Пророков Бог Гидеона Бог Судей Бог Патриархов О Возлюбивший Мир Отец Наш Авва Отче И Отдавшись Сына Своего За нас Как С этим Ты не Дашь И Всего Разным Способом Разнообразно Твой Святой Мир Нам Верующим Благодарю Тебя Господь Аминь Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Царю Небесный Утешителю Дух Истины Ты Что Везде Пребываешь И Все Собой Наполняешь Сокровищница Благ И Жизни Подателю Ты Пришел И Вселился В Нас И Очистил Нас От Всякой Скверны И Ты Спас Благой Души Наши Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Хвала Тебе Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Хвала Тебе Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Хвала Тебе Благословен Благодарю Тебя Благодарю Благодарю Тебя Тебя Господь Тебя Твой Шалом Твой Мир В Наши Сердца Изливающийся Духом Твоим Святым Боже Всебогущий Благодарю Тебя Господь, за Гедеона благодарю Тебя за всех братьев, сестер Божи наших, Господь Божий, судьбы которых так или иначе описаны в Писаниях и Ветхого и Нового Завета Господь, и мы благодарим Тебя, Господь, потому что Ты сегодня тот же самый Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же Машиах сейчас Христос сейчас здесь Он тот же, что тогда что сегодня и он вовеки тот же, что тогда являясь Гедеону, что сейчас пребывая среди нас и пребывая в нас верующих что во веки веков, он тот же тот же, Аллилуйя Тебе, Господь и послание этого 3 глава завершается такими словами, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, Аминь благодать Господа Иисуса Христа со всеми нами, Аллилуйя Аминь, Аминь Аллилуйя, благодарю Тебя, Господь благодарю Тебя, Святой Аминь, Аминь, Аминь и вчера я делился Словом Божьим сегодня, даст Бог, получится уже выставить все это в интернет здесь, на канале Ютуба даст Бог, уже все получится разместить много записал разных видео вчера проповедовал я здесь, в Киеве, в одной из дружественных церквей протестантских церквей это церковь наисвятийшая святыня вот это на Львовской площади они каждое воскресенье собираются там в Доме художников и я уже бывал не раз там проповедовал Слово Божье и в этот раз я был очень благоставлен этим служением вчерашним и до сих пор еще под впечатлением таким очень приятным вот этот шалом Божий шалом свыше Бог дает свой этот мир и Иеговы шалом Господь мира Аллилуйя Аллилуйя и вчера совершали хлебопреломление Евхаристию сегодня утром тоже совершим давайте причастие налейте себе соку возьмите хлеба я значит если нет сока то возьмите просто воды иногда просто беру воды наливаю воды себе беру хлеба вот и совершаю причастие вот и я совершаю его часто ну бывает раз в день но чаще всего два-три раза в день и больше даже потому что размышления о теле и крови Христа для меня это жизнь моя для меня это жизнь это судьба моя тело и кровь Иисуса Христа я знаю что великая сила как-то в той песне поется сила Божья чудотворная в крови Христа сила Божья чудотворная в драгоценной крови Христа сила Божья животворная в крови Христа сила Божья чудотворная в драгоценной крови Христа и не вещество а само у меня вот здесь остатки халы шабатней остатки да роскоши шабатней беру немного халы любой хлеб нету белого хлеба беру ржаной я вообще-то только на шабат покупаю халу белый хлеб а так я ржаной почитаю сюда и вот значит и беру ржаной хлеб обычный украинский хлеб вот беру воды наливаю себе вот или сок если есть и совершаю причастие потому что причастие это не просто вещество вина или хлеба да мы в церкви у себя там это маца используем мацу вот и конечно канонический да там когор значит покупаем значит и мацу опресники но опять-таки можно съесть коробками этим мацу можно всю мацу на земле съесть но так не причаститься можно все вино на земле выпить но так не причаститься даже рассуждая о теле и крови Христа если Христа нет в нас его нет и мы не в нем то поэтому я понимаю что разные люди смотрят эти видео вот бывает что и люди еще те кто на пути к Богу поэтому убедительная моя просьба возьмите себе налите себе сок возьмите себе воды налейте если нет сока возьмите себе хлебушка положите перед собой и помолитесь сейчас такой молитвой и скажите даже если вы ни разу в жизни не молились к Богу помолитесь такой молитвой сейчас скажите Отец Небесный Бог Святой обратитесь к Нему как к Своему Отцу Небесному скажите Бог Святой Господь сотворивший весь этот мир и меня благослови меня скажите я верю что Иисус Христос умер за меня Иисус Христос пролил свою кровь за меня Иисус Христос живи во мне царствуй во мне в моем сердце в моей судьбе Иисус Христос твоя святая кровь омывает от всякого греха и я принимаю скажите тело и кровь Спасителя моего Господа Иисуса Христа Бога Великого Иегова Шалом Господь Мира Алли Дуге Аминь и спасибо тебе Господь благодарю тебя Боже за это таинство жизнь примите эту жизнь соверши Господи хлеб все честным телом Христа Твоего Аминь то что в чаши сей честной кровью Христа Твоего Аминь приложив это духом Твоим святым Аминь Аминь Тело Христово примите источника бессмертного вкусите Аллилуйя 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 Хвала Господу Великому Аминь Принимайте сейчас съешьте хлебушка выпейте этой воды или сока но самое главное знайте что это тело и кровь нашего Спасителя Иисуса Христа Тело Христово примите источника бессмертного вкусите Аминь Вы сцелили души и тело И знаете что тело Иисуса Христа было ломимо за каждого из нас и кровь святая была пролита за всех нас и как вчера я цитировал в Писании на служение Бог во Христе примирил с Собою весь мир Аминь и т.к. Аллилуйя Спасибо, Господи, спасибо Спасибо, Господи Спасибо, Господи, за жизнь Спасибо за Слово Твое, спасибо Ты подлинный Его Вашелон, Ты Господь мира Слава Тебе Благодарю Тебя за мир, который Человеческому уму просто непостиженый мир Сверхъестественный мир Который Духом Святым в нас, верующих Благодарю Тебя, Господь Благодарю Тебя Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, со всеми вами Аминь Как Павел заканчивает послание Это Ислам Никитин, второе послание Иеговы Шалом И еще раз, вот этот 16 стих прочитаю Сам же Господь мира Иеговы Шалом Да даст вам мир всегда во всем Шалом всегда во всем Шалом Божий Это не просто мир, как отсутствие войны А шалом единства с Творцом Полное, абсолютно гармоничное единство с Творцом Шалом всегда во всем Господь со всеми вами Аминь Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призерит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Благословляю всех вас В сегодняшнем дне Прибудьте в мире Господнем И мир Божий да пребудет вас Во имя Иисуса Христа Благословляю вас Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Жавлёв Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир всем вам Еще раз Паки-паки мир Ну и 19 августа Напоминаю Молитесь друзья пожалуйста Я каждый день сейчас В этой молитве 19 августа В воскресенье У нас будет собор Преображенский собор В социальных сетях Я уже информацию выставлял Уже В блоге своем Вот Ну и даст Бог Запишу некоторые видео Для Ютуба Также На эту тему Пусть Бог благословит вас всех Дорогие друзья Аллилуйя Субтитры сделал DimaTorzok